Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на канале Творчик из студии Таир. Меня зовут Корнеева Ирина и сегодня я вам покажу как сделать новогодний декор бутылки шампанского. Их бутылки в комплекте вот такой оригинальный красивый шарик. Для начала нам нужно будет снять все этикетки с бутылки и обезжирить поверхность. Теперь приступаем к окрашиванию бутылки. Я беру красную акриловую краску по стеклу и керамике и с помощью спонжа покрываю всю поверхность. Краска высохла, теперь нам нужно заклеить пробку у бутылки, чтобы потом мы смогли ее с легкостью открыть. Берем бумажный скотч и заклеиваем горлышко. Теперь мы нагреваем клеевой пистолет и наносим на горлышко капли клея, создавая эффект сосулек и льда. Проводим вот такие линии. После того, как мы прошли один круг клеевых капель, начинаем следующий, поднимаясь все выше и стараясь проходить между теми местами, где мы уже сделали потеки. Следующий ряд мы делаем еще выше. Наносим капли уже и на часть с пробкой. Оставляем клей просохнуть. Точно таким же образом я решила оформить новогодний шарик. Так как он у меня красного цвета, то я не окрашиваю его, а сразу приступаю к декору. Если у вас шарик другого цвета или просто старый какой-то потертый шарик, то его, конечно, можно предварительно ошкурить и покрыть краской. Шарик также оставляем сохнуть. Клей застыл и теперь нам понадобится белая акриловая краска и спонж. Я покрою краской застывший клей, создавая эффект заснеженных сосулек. Даем краске высохнуть и начинаем расписывать бутылку. С помощью акрилового контура светлое золото. С помощью акрилового контура светлое золотое 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 золотое. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь с помощью жидкого жемчуга цвета сусальное золото я делаю вот такие объемные узоры. Когда сверху узор высохнет, внизу я сделаю то же самое. А пока я хочу еще немного украсить верх бутылки. Я возьму вот такой глиттер золотисто-красного цвета и добавлю новогоднего декора. Буду обводить роспись блестками. Пока краска на бутылке сохнет, займемся в это время шариком. Шарик я решила немного подкрасить. Спонжем нанесла белую краску, как бы припорошив его снегом. Попробуем сделать такой же рисунок, как и на бутылке, чтобы у нас получился комплект. Возвращаемся к бутылке. С помощью жемчуга ставим большие точки. Когда краска полностью высохла, переходим к завершающему этапу. Берем акриловый лак и покрываем горлышко бутылки. Тем самым мы и закрепляем краску и используем лак как основу для того, чтобы приклеить блестки. Берем блестки и с помощью сухой кисти вот такими движениями наносим их на горлышко бутылки. Сразу создается такая праздничная новогодняя атмосфера. Получается очень красивый эффект. Все переливается, сверкает. Также добавлю немного блесток вот такого цвета, они поменьше. Шарик тоже покрываем блестками. Привязываем золотую ниточку или ленту. Также с помощью клеевого пистолета я решила добавить вот такой бантик. Получился вот такой замечательный подарочный новогодний набор. Если вы хотите познакомиться с другими моими работами, то можете заходить в гости на мой канал. Внизу под описанием к этому видео будет ссылочка на мой канал. А все необходимые материалы, которые использовались в данной работе, также вы можете найти в описании к этому видео. Желаю всех творческих успехов и до новых встреч!